Ветераны войны Сейчас наши дети не знают, что Великая Отечественная война – это война двух социалистических стран. Не советского народа с фашизмом, как сейчас говорят, а война социалистического Советского Союза со социалистической Германией. То есть в Германии не фашизм был, а национальный социализм, а у нас интернациональный. Фашизм был в Италии. То есть совершенно подменили термины психологии. А дети этого не знают. То есть он говорит, чтобы очернить славянский символ, да, товарищ Сталин в 1920 году подарил золотую свастику товарищу Гитлерову. Как партийную символику. Кто взял ее и подался на Тибет, к ордену черных колпачков, он сказал, стоит брать этот партийный символ. Он говорит, если ты возьмешь золотую свасть, это символ духовного преображения. И у тебя кто-то один нарушит, ты и себя, и роды, и весь свой народ уничтожишь. Он, а тогда какого цвета взяли, ему говорят, возьми черное. Черное это изменение. Ты можешь изменить как лучшему, так и худшему. Но в любом случае, все силы Нави тебе будут помогать. Поэтому можно взять черную. Вы понимаете? Это 1920 год. Но до 1923 на всех советских банкнотах было три колаврата. То есть три свастики на каждой купиле. Моя бабула помнит, когда в Омск вошла 5-я армия, на Буденновках-то звезд не было. Да, свастики были у Красной Армии, 5-я армия. Из-за рукава на иношивки бойцов Красной Армии были Красный Ром. Вверху пятиконечная звезда золотого цвета. Серебряный лавровый венок в венке свастика, а в свастике пять букв. Р, С, Ф, С, Р. Это исторические, есть в архивах. Вот у нас сейчас скоро выйдет вторая книга. И мы в приложении, то есть многие люди пишут, а вот почему свастики вы используете? Я говорю, почему только свастики? У нас много символов. А свастики там исторические корни. То есть у любого индуса спросите, что для вас важно. Символ счастья и благоденствия принесли белые учителя, пришедшие с севера. Индусы это помнят. Вены белые учителя принесли с севера. И символ света принесли с севера. Они помнят. Поэтому в Индии, Тибете, на каждом доме, на каждом изделии, да, свастики, если возможно. Храмы украшены, то же самое. Бурдисты, мельницы с молитвами. Обтянуты материей со свастиками. Почему? В Германии, в Дании и Автрии, 17-16 век, идет вязь свастичная. В Греции и Италии, то же самое. В Париж, то же самое. Кто-нибудь, поднимите руку, был бы Эрмитаж? Был. Вспомните советскую лестницу. Тополу. Свастичная вязь идет. А тронный зал. А почему в 50 с лишним лет был закрыт перрон от храм в Москве? Вы его знаете под названием Собор Василия Блаженного. Хотя он был построен по чертежам храма Перуна. То есть девятихрамник. Восьмиугольный, то есть ориентированный на 8 частей света. Но в центре большой храм и в каждом из восьми приходов купол. И вот под каждым куполом свастики. Четырех, шести, восьми, двенадцати, шестнадцати конечных. Это что, во времена Ивана Грозного жили фашисты? Хотя, для тех, кто не знает, фашио с итальянского это единство, пучок. Символ фашистов вообще-то был 16 стрел, перевязанных лентой. Это образ древнего предания. Когда рот один, стрелу сломать можно. Когда пучок 16 стрел, его невозможно сломать. Отсюда и пошел фашист. То есть он появился, будем говорить, как единая политическая система в 1923 году в Италии. И сразу же изменилось название. Не итальянская республика, а сексуал-фашистская республика с любимым для украинцев названием Псалом. То есть, потом, в 1936 году, появилась еще одна фашистская республика, Испания. И фашизм там существовал до наших дней. Пока генерал Франко не был. И до сих пор в Испании стоит памятник фашистов Франко. А когда их спрашивают туристы, а почему у вас памятник фашистов Франко? Вот это же наша история. Почему мы должны уничтожать? В Вюнхене есть памятник Итлеру. Понимаете? Есть памятник во Франции Наполеону Бонапарту. Они не уничтожают памятники. А почему? Потому что это часть истории. А у нас же заметили, как не поменяется власть на Руси. Одни памятники рушат, создают власть. И поэтому не стоит удивляться, когда детей спрашивают, вы знаете, кто такой Василий Иванович Чапайев? Да, это генерал во Второй мировой войне. Или командир партизанского отряда в Отечественной войне 1712 года. Или тот, кто делал революцию. То есть дети абсолютно не знают. Потому что каждый раз дается новая история.